Владимир, Суздаль, Муром, Гусь-Хрустальный. Эти города для тамбовских художников стали настоящим вдохновением. Полученные там эмоции они отразили в выставке Владимирский пленэр. В нем приняли участие преподаватели детских художественных школ Тамбова, Мичуринска и других районов области. На старинные города, запечатленные в полотнах, посмотрела Елена Хромова. Этюдная живопись дает возможность развивать глазомер, укреплять твердость руки, совершенствовать живописное мастерство. В этюдах художник старается найти характерной для выбранной темы, добиваясь не только внешнего сходства с натурой, но и внутренней наполненности. Некоторые работы делаются годами. Вы знаете больших художников, которые десятилетиями писали свои картины. А на пленэре на одном дыхании. Что он все чувствует, вот то и пишет. Вот это всегда радует. И не случайно сейчас коллекционеры гоняются за этюдами. Все художники любят писать этюды. И Борис Ткачев не исключение. Сравнивая пейзаж Владимирской земли и Тамбовской, замечает, что у нас более эпичная природа, камерный пейзаж, равнинный ландшафт. А там холмы, пригорки, старинные реки. Помимо природы его вдохновили храмы. Особенно Успенский собор. Я подошел к одному из толпов и так вот нежно прикоснулся к кусочку фрески Андрея Рублева. Представляете? Хотя я понимаю, что это может быть неправильно прикасаться и... Ну как вот прикоснуться к великому Андрею Рублеву – это такое счастье. Понимаете? Это ничем не описуемо. Отсюда рождается вдохновение и как-то по-другому смотришь даже на то же самое небо. Владимирский пленэр как святой источник. Здесь запечатлена и духовность, и насыщенная цветовая палитра, и неиссякаемая сила вдохновения. Желание передать краткий миг пребывания в новых местах, отразить его в своих работах и увести с собой было и у Светланы Борзых. Она не экспериментировала с цветом, а ушла в графику. Игра света тени. В общем, какие-то формы очень интересные. Здесь меня привлекло больше вот о храмах. Это старинная архитектура, такие прекрасные намольные места, живописные. Все этюды детально проработаны. Они не фантазийные, а естественные. От этого к ним хочется подходить и постоянно рассматривать. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей.